Мне была честь представлять моих коллег по НБСР. Это Национально-патриотические силы России. Неформальным лидером нашего объединения разных организаций, многих организаций является Юрий Юрьевич Болдырев. И вы можете видеть его позицию на дебатах, слышите ее. Я думаю, что подавляющему большинству граждан она абсолютно близка. Если не говорить в подробностях, потому что программа есть, и главное, что она есть, и на нее можно сослаться, и всегда можно сказать, мы знаем, чего делать. Но вы, наверное, должны понимать, что мы не можем сказать всего, что на самом деле надо делать. Потому что страна находится в чрезвычайном положении. А из чрезвычайного положения выход только чрезвычайными мерами. Но если мы сейчас начнем об этом говорить, то я думаю, наша ближайшая остановка будет где-то за решеткой. Поэтому согласитесь с тем, что далеко не все можно сказать. А вот что можно сказать, так это то, что Российская Федерация в 93-м году на референдуме не была учреждена. Только 31% проголосовал за Ельцинскую Конституцию. А это меньше, чем 50%, что требовалось по закону о референдуме. Это значит, что Конституция это фикция. Но она и реально является фикцией. Те, кто клянется на этой Конституции, руку на нее возложив, тот ее нарушает каждый день. И таких нарушений просто море. Если разбирать законодательство нынешнее, то оно перечеркивает Конституцию полностью. Там много хорошего написано. Но разве кто-то будет исполнять? Ну, например, к президенту приписали сотни полномочий, которых нет в Конституции. В Конституции есть полный перечень того, что может делать президент. И все. Перечень закрыт. А ему законами досыпают, досыпают новые и новые полномочия. И поэтому у нас суперпрезидентская власть. И президент делает все, что ему вздумается. Я думаю, что он эту Конституцию никогда и не открывал. И его чиновники тоже не открывали. Это первый момент. Второй момент. В этой самой Конституции, на которой Путин клялся, черным по белому написано. Два срока. И все. И третий срок уже незаконен. То есть те, кто в Кремле сейчас сидят, это самозванцы. И четвертый срок, на который Путин избирается, это незаконная деятельность, это покушение на государственные преступления. И мы должны это знать, что мы на самом деле не в выборах участвуем. Мы участвуем в плебисците о недоверии самозванцам. И дело не в том, за кого там мы голосуем. Мы этой власти не доверяем. А голосуем за Грудинина мы только потому, что все остальные кандидаты фиктивные. Все остальные кандидаты сделаны так призванные на избирательную кампанию, чтобы заморочить нам головы, чтобы растянуть голоса. А там вот этот небожитель, который даже не зашел до нас, чтобы с нами разговаривать, отвечать на наши вопросы, участвовать в дебатах. Он президент, а все остальные кандидаты, они останутся кандидатами. Так вот я думаю, что все мы должны сосредоточиться на этом. Вот как объяснять людям, почему надо идти на выборы. Это плебисцит. То есть мы выражаем свое недоверие этим самозванцам. Мы уже не можем добиваться законности власти, потому что она незаконна от своей основы. И эта власть, ну мог же быть незаконная власть, но так вот может случиться. Так фантастику такую можем себе премыслить. Премыслить, что она как-то вот думает о людях, там, скажем, диктаторский режим, а все-таки как-то о людях заботится. Но нет этого. Вот если самую общую цифру взять, сколько, я не знаю, сколько там при Путине, вот оценить, сколько они украли, вот все, можно сказать, все национальное достояние перевели в свои карманы. А сколько украдено при Путине? Вот оценки по косвенным данным, естественно, это не посчитаешь в столбик, потому что все это под сподом находится и нам не докладывают. Это от 5 до 7 триллионов долларов украдено у нас с вами и вывезено за рубеж. Там у них дела, яхты, их предприятия, записанные на жен, друзей, подставных лиц и так далее, через третьи руки. И когда Минфин США списочек опубликовал, эти в Кремле сказали, «Да что это вы всю администрацию президента и все правительство записали?» Так вы есть все воры, все до одного, все до одного причастны к незаконным финансовым операциям. И вы через финансы выкачались из страны вот столько. Это цифра, которую невозможно объять мозгом. 5-7 триллионов долларов. Невозможно даже почитать, что на эти деньги можно построить. Я не знаю, вторую Москву, наверное, можно построить. Или там целую промышленность, например, радиоэлектронную возродить и еще авиационную вдобавку. Это говорит о том, что у нас изъяли такое количество средств, на которые мы могли бы развернуть промышленность до такой степени, что все бы жили не хуже. Не хуже, чем в какой-нибудь там Португалии. Даже это смешно, догонять Португалию. А у нас только вот мы в Москве, так по уровню жизни где-то приблизились. Португалию. Столько выкачано, что мы вымираем. Именно поэтому. Из-за того, что из страны выкачаны колоссальные деньги. Любая молодая семья, которая заводит ребенка, вы знаете, сразу обрушивается в нищету. И столько, сколько вымерло в России за ельцинско-путинское правление. Это как большая война. Это как будто Мамай прошел. Или отечественная война прокатилась от одной границы до другой, от моря до моря. Вот сколько мы потеряли. И сейчас нам надо сосредоточиться, отнимать наши пятни и крохи. Поэтому национал-патриоты пошли на противоестественный для себя союз. Не подписывая каких-то бумаг. Но договорившись с Павлом Грудининым, он подписал обязательства перед нами. И не в силу он смог выполнить, в силу тех обстоятельств, в которых мы находимся. Можно много претензий предъявить, в том числе и штабу КПРФ. И каждому, кто в нашем штабе НПСР работает. Но мы живем в таких обстоятельствах. Потому что тоже можно сказать, как вот Медведев. Денег нет, а вы держитесь. То есть мы, можно сказать, избирательную кампанию ведем против тех, кто имеет ресурсов в сто, в тысячу раз больше. И мы можем надеяться только на общественное мнение, только на вас, на активность граждан. И эта кампания стала уникальной. Поверьте, вот много лет наблюдаю за избирательными кампаниями как профессионал. Не было такой кампании, чтобы была такая активность снизу. Может быть это не видно вот по этому залу, вот тут люди в проходах не стоят. Но по интернету это видно просто с полнейшей очевидностью. Огромное количество людей начали действовать без всякой указки. И поэтому Грудинин с благодарностью выступил к интернет-партизанам. Вот мы, подавляющее большинство, это интернет-партизаны. Вот регулярная армия у нас не сложилась, мы не смогли ее сложить. Бьемся каждый сам. Это менее эффективно, конечно, если было бы управление вот такое регулярное, как в армии, с приказом, с контролем исполнения. Но не получается. Мы оккупированная страна, оккупированная олигархией, которые уже к нашему гражданству не имеют никакого отношения. Хотя формально, может быть, российские паспорта имеют. И если посмотреть, кто является крупнейшими собственниками в России, то это не пропорциональное представительство. Русские представлены крайне мало в составе вот тех богатейших людей. Но даже если среди них и есть среди них, среди этих богатейших людей, среди олигархов, русские люди, то они только числятся. Они говорят о том, что они русские. Что они сделали для русского большинства в России? Ничего. Они добиваются только того, чтобы русские забыли, какого они рода племени, забыли, что они эту страну вынесли на своих плечах и продолжают нести. И вот это наша самая главная боль, что помимо разграбления страны происходит геноцид, форменный геноцид. И поэтому не только вымирают коренные народы России, включая самый большой русский, но у народов отнимают их самосознание, их представление о том, как строить жизнь. Поэтому появились путиноиды, такие недолюди, которые побегут и будут голосовать за своих истязателей. Вот нам надо как-то выводить из этого состояния обморока какого-то интеллектуального и нравственного обморока, в котором живут миллионы людей. Их надо оттуда выводить и говорить, смотрите, вас же убивают. Убивают будущее поколение. Убивают в вас представление о том, что вы от великого русского корня все происходите, даже если вы к другим народам себя причисляете. Ваши предки были заодно с русским народом. А сейчас что? Сейчас противопоставление. Землю разделили. Это вот одному народу, это другому. И там этнические номенклатуры начинают там еще дополнительную эксплуатацию тех, кто позволил им это сделать. Поэтому мы выступаем за национальное единство, как национальные патриоты. И вас приглашаем к тому, что мы на этих выборах не как партийные структуры выступаем, не как представители каких-то идеологий, а как народ, который должен смести своими голосами эту подлую систему. Спасибо.